здравствуйте дорогие телезрительницы дорогие модницы сегодня я вам покажу как делать брошь броши прочно утвердились на показах мод в этом году модные броши в виде ордена и еще ко всему прочему я подобрала цвета которые посчитали самым модным трендовым цветом года он называется ультрафиолет в одежде он достаточно сложный а в аксессуарах сумочках тофельках и украшениях его очень хорошо использовать для любого типа внешности поэтому сегодня мы с вами сделаем такое украшение и каждый сможет его использовать своем гардеробе чтобы сделать такое украшение нам с вами понадобятся следующие материалы для сердцевинки любой красивый кабошон это может быть любимая ваша бусина большая или брошь бабушки которая вам досталась по наследству или вот как в моем случае это красивая пуговица которую мне очень понравилось кроме пуговицы нам понадобятся бисер в тон нашего украшения бусины иголки нитки и это может быть филигрань металлическая но без нее можно обойтись она продается в любом магазине фурнитуры а также застежка которая будет держать наше украшение на одежде такая булавочка также нам понадобится небольшой кусочек фетра репсовые ленты различной ширины чем больше их будет тем красивее будет ваша брошь она будет богаче и многослойнее и от этого она становится красивее инструменты линейка ножницы клей простой карандаш нитки кто любит пользоваться таким клеем пистолетным значит его можно использовать можно использовать момент кристалл он не оставляет 5 вот такие вот небольшие секреты залог аккуратной работы начнем мы нашу работу с изготовления серединки мы возьмем наш фетр пуговичку от которой предварительно уберем ножку она может нам мешать и приклеим с помощью суперклея на фетр дальше мы обошьем одним рядом бисера любого это можно делать можно не делать и теперь для того чтобы серединка броши выглядела еще наряднее вышьем по ней еще один ряд бусин в моем случае это хрустальные бусины после того как мы пришили бусинки мы обрезаем наш фетр близко к этим бусинам для того чтобы у нас была готова серединка и вот имела такой вид пока мы ее откладываем следующий этап мы подготавливаем репсовую ленту длина лент более узких серых 14 сантиметров и более широких 15 сантиметров вот такие заготовки нам нужно будет сделать для того чтобы формировать банты для нашей броши мы накладываем на широкую ленту серого цвета сиреневую ленту и нашу бархатную ленту важно ровненько сложить эти ленты и сформировать бант предварительно мы зафиксировали клеем посерединке нашей ленты перевернули и на перед отметкой наносим немножко клея сейчас очень важно нам приложить эту ленту близко к нашей отметочки вот делаем таким образом подклеиваем и второй краешек встык и прижимаем работаем со вторым слоем и также с бархатной лентой снова подклеиваем сиреневую ленточку тоже самый процесс мы делаем серой лентой только она у нас идет отдельно нам осталось сформировать два слоя к верхнему слою у нас будет крепиться серединка это будет лицо нашего изделия а ко второму слою будет крепиться застежка сейчас мы займемся верхней частью нашей брошки мы должны скрепить наши части банта в виде вот такого крестика дальше мы прикрепим филигрань металлическую вот таким образом она будет идти как звездочка и верхний слой самый красивый это будет наша серединка с пуговицей или той брошью которая у вас есть у нас готовы все части наши броши теперь задача наша соединить верхнюю часть красивую и нижнюю с застежкой наша брошь практически готова осталось только а важная деталь поскольку клей это достаточно непрочное соединение вам нужно будет с помощью иголки и моно нить это прозрачная нить типа лесочки тонкой прошить все слои несколькими стежками тогда эта брошь прослужит вам очень долго и будет вас радовать надеюсь что наш мастер-класс был очень полезен для вас и вы сможете сделать такое украшение для себя и близких людей ведь украшение ручной работы это не только красиво они еще и нанесут положительную энергию и вашу любовь украшение